В этом году в городе и районе произошло 11 пожаров. Это на один пожар больше, чем за аналогичный период прошлого года. В начале марта в праздничные и предпраздничные дни случилось три возгорания. Пять человек погибли. Первый пожар в мартовские праздничные дни случился в селе Верхнеспасское, в результате которого выяснилось, с помощью пожара преступник пытался скрыть следы убийства. Сейчас мужчина задержан, найдены и орудия преступления, проводятся следственные действия. В эту же ночь также на пульт дежурного поступил звонок о возгорании в доме по улице Красноармейская. Женщина сидела на стуле, с откинутой головы назад. Половина тела данной женщины была повреждена огнем, скажем так, обгорела. По предварительным данным пожар произошел из-за того, что женщина, употребляя спиртные напитки, сидя за столом, находясь в довольно-таки сильном алкогольном опьянении, прокинулась на печку, была она одета в шубу. Произошло возгорание шубы, женщина не смогла встать, отойти, так она и сгорела за этим столом. 8 марта произошел третий пожар в селе Рождественской, который унес жизни двух взрослых и одного ребенка. Сообщение о возгорании поступило в 4 часа 35 минут. Через 25 минут пожарные были на месте. Огнем был охвачен весь дом. При разборе завалов, конструкции, сгоревшего домовладения, были обнаружены три трупа. Это хозяев дома и их 10-летняя внука. По предварительным данным, в изгорании произошло замыкание электропроводки в ванной комнате. Если у хозяина домовладения была возможность выбраться из горящего здания, он был найден у окна, то у женщины и ребенка такой возможности практически не было. Они были найдены посреди дома. То есть выход из дома восшитлялся через очаг пожар, через ванную комнату. Ванная комната была сделана из пластика, потому огонь быстро охватил помещение. Были изъяты осветительный плафон и найдены алюминиевые провода. Все вещи отправлены на экспертизу. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания.